еще один якудза наших владениях смотрим что с ним происходит смотрите вся та же болезнь что и на всех крышках я думаю данной модели и вообще на крышках багажник вот такая вот штука которую там впоследствии еще покажу вам она вставляется вот сюда поэтому как газовая служба рекомендует ставить вот такие пластмассовые патрубки так и на машинах нужно ставить вот такие вот ленточки антистатические пройдем здесь вот этой штукой экспресс процент 80 в баллоне поэтому еще раз я не плаваю а вот здесь сейчас мы подсушим и уже здесь по сухому начнем продолжим вернее 360 наждачку мокрую иногда я использую по сухому по высохшему грунту понятно вот сейчас я написал техничку мне ответили что она оставляет риску как от 220 наждачки ну довольно грубо что нужно сделать дальше нужно дальше понижать или увеличивать риску в цифровом понимании и понижать ее в глубинном это сейчас мы пройдем машинкой все-то на 400 на подложке выключил хочется аккуратно сделать чтобы не открыть вот эти края понятно что потом можно пройти там однокомпонентным и так далее но не хочется открывать металл ну а после машинки новая 800 мокрая вот как скажем так грязно до воды по-прежнему вот это вот капелька одна больше воды нет вытирается эта штука вся грязь одним движением руки брюки превращаются в элегантные шорты так что кто еще работает водой никаких проблем с этим нет вода и вода вот и все вот и все высушено одним движением можно поставить лампу мою любимую через 10 минут будет сухо как в сахаре ну а следом проходим матирующей пастой прошел влажной тряпкой и увидел что вот здесь я повыгребал три таких вот выемки взял двести цирковую наждачку сейчас подшкурим аккуратненько без надавливания и даже так я подсушиваю все равно лампой хоть чуть-чуть но подсушиваю ну вот наверное третий слой особенно вот здесь где проходили вот этой вот сухую мокрой наждачкой по сухому понятно сейчас вы скажете потом все проявится если когда-нибудь ну не знаю потом не знаю а вот сейчас никаких сложностей проблем нюансов ничего этого нет еще надо подлить тут вот кое-где до просвечивается так база готова нигде ничего не напитывает нигде ничего не подрывает все дело в том что нужно сушить цинк нужно сушить любой еще раз любой материал имеет свои особенности этот нужно этому нужен термоударь пока отвердитель к нему еще не придумали хотя такие разработки идут ну никаких вопросов ничего нету один нюанс косячок вот здесь я не дошкурил здесь какой-то маленький зазубринка такая вот она блин вот я не увидел а так все нормально ну а лак мы положим вот этот довольно симпатичный красиво выглядит этот лак аутоп 40-40 катана его нам оставил в презентации геннадий малярка мое ремесло кстати интересный канал если кто еще не подписан обязательно подпишитесь много интересного и вообще человек очень интересный говорит рекомендация была такая у геннадия что его обязательно нужно разбавлять разбавлять нужно обязательно от разбавим мы его не знаю есть у нас разбавитель 60 20 по моему который и он использует хотя это воронеж делает это воронеж делает лак и надо было бы наверное разбавить его воронежским три семерки или три девятки он рассказывал какие то там у него у них есть ну попробуем этот лак посмотрим как он себя покажет ну какой предварительный дать дать оценку лаку катана вот этот воронежский лак как он разводился разводился он я разводил 100 на 50 на 25 на 25 растворителя 60 20 вот баслака в чем его плюс в нанесении мне понравилось я люблю такие лаки которые не растекаются то есть его плюс в том что хочешь налить наливай наливая всей души никуда он не потечет даже можешь не долить и даже может остаться где-то каких-то местах суховатым и в этом мне кажется его плюс и мне такие лаки еще раз мне такие лаки нравится шагренька получилось очень даже неплохая ничем не хуже любой другой шагрени как он будет сохнуть не будет ли кипеть и полироваться мы посмотрим уже может быть завтра может даже все-таки послезавтра но вот смотрите друзья мои нигде ничего не подорвало нигде ничего не сорвало не я имею ввиду уже не лак а прошку не надо использовать и бокситку здесь ни в коем случае зачем она нужна и бокситный цинк уже и бокситный уже сделали для вас его и бокситным зачем еще сверху класть и бокситку первичный грунт этот и сверху класть еще один первичный ну он ни к чему наполнитель до высушить и отшпаклевать да ну в общем еще поговорим об этом позже так по моему не через сутки даже через двое то есть вчера вечером были сутки сегодня двое ну все неплохо закипания у лака нет шагрень еще раз скажу мне нравится пылиночки я вот подрезал начал уже вот здесь немножечко раскуривать вельветом или трезаком под полировку но как и плюсы да вот минусы все-таки немножко он подсаживается подсаживается этот лачок мотовинка такая появилась небольшая я конечно сушила его лампой мне торопиться некуда не хочу чтобы мне потом что-то говорили вот немножко да он подсел немножко он подсел и есть такая есть такой нюанс ну ничего страшного ничего страшного они все подсаживаются ну если сравнивать с мипой cs90 ну конечно его сравнить нельзя с мипой нельзя а так вот сейчас полируем посмотрим соберем глянем отполировался он хорошо высох хорошо никаких претензий к нему по этому нет завтра еще я посмотрю не будет ли провалов вот тут чуть-чуть не дополировал наверное да матовенькая а так в принципе мне все понравилось шагрень и так далее единственное что вот если вы планируете однозначно и бесповоротно полировать если у вас там нет таких амбиций что я никогда не полирую не отдаю только так если так то он будет присаживаться а если вы всегда полируете прежде чем отдать машину то этот лак очень даже неплох очень даже неплохо так что здесь все если вы человек который и просто зарабатывает деньги есть люди которые говорят так коля мы не ремонтируем машины мы зарабатываем деньги то есть о чем этот разговор да то есть я допустим я ремонтирую машины я делаю долго я делаю дорого стараемся использовать качественные материалы еще раз а есть люди которые говорят чё по вот чё нам дали то и мы положили главное быстро машину отдать деньги получить если вы так работаете или вы допустим у вас большая поточность до машин тогда да тогда я к вам претензий не имею вам да я никому претензий не имею но я имею ввиду да да я вас понимаю что вам нужна по точность скорость ремонта тогда понятно но если вы гаражник работаете чисто для себя для своей репутации да то я лично думаю что вы представьте вы кислотник положили да и положили наполнитель ну после кислотника надо полчаса выдержки чтобы положить наполнитель вот вам первые полчаса наполнитель вы положили но вы ушли домой не будете его его сушить но по-хорошему его надо было бы просушить даже если вы хотите ускориться и наполнитель также высушить чтобы на него пошпаклевать сколько вам нужно времени чтобы высушить наполнитель ну как минимум час вот вам полтора зачем вам полтора часа тратить я про себя себе это говорю вам ладно вы как хотите я себе сказал зачем мне нужно полтора часа тратить чтобы зашпаклевать да если Это ржавчина, кислотник, наполнитель. Если есть всего лишь час, поставил сушку, положил цинк. Цинк, ну, я не знаю, кто со мной не согласится, что цинк лучше, чем кислотник и эбоксид. Эбоксидка вообще ни о чем. Это барьер. Что кислотник, что эбоксид барьер. Но кислотник хоть как-то поддержит ржавчину. Эбоксидка-то вообще на ней будет держать. Это просто изолятор старого лакокрасочного покрытия вокруг. И чтобы просто не шпаклевать на голый металл. Вот для чего нужна эбоксидка. И вот вам час. После часа у вас великолепная защита цинковая, защита от ржавчины. Если у вас ржавая какая-то была деталь, да? Пожалуйста, шпаклюйте. Единственное, что люди говорят, ну, а если у меня целая машина такая? Ну, здесь отдельная тема, отдельная тема. И люди, которые берут на полный облив машину, я, честно говоря, так не делаю. Я уже так не делаю. Если, давайте представим, что полный облив детали, вы берете, ну, 8 тысяч, да, за деталь. Ну, ладно, 7. Сколько на машине деталей? Больше 10. 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13, еще два фартука, 15. Ну, может быть, фартуки не считаются. Но, тем не менее, если есть удары, допустим, в зад, фартуки будут считаться. Давайте возьмем 15. 15 на 7. 70, 75, 35, 35 и 70. 105 тысяч. Кто вам даст 105 тысяч за полный облив? Никто. Вы все время думаете, люди все время думают, что чем больше они берут объема, тем надо скинуть человеку. Они же взяли 15 деталей, обеспечили себя на долгое время работой. Надо скинуть немножко. А зачем? Зачем? Берите точно так же, по 3, по 5 деталей. Тем более, что эти 15 деталей вы сделаете когда? Через 2 месяца? Через 1,5? А так у вас 3 детали. Деньги, 3 детали, деньги, 3 детали, деньги. Вот вам 3 детали. 3,7, 21, 25 тысяч вы получили. 23, 25. Я лично не беру полный облив. Уже давным-давно. Это неблагодарное дело. Неблагодарное. Однозначно, где-то что-то вы на таком объеме, вы пропустите где-то что-то. И потом ваша репутация будет опускаться, потому что будут говорить, вот смотрите, отдали Коли. А вот тут отвалилось. Там немножко не докрасил. Здесь чуть-чуть не так. Тут просвечивается. Или еще что-то. Потому что такой объем сделать без нюансов, ну невозможно. Однозначно, где-то что-то вы допустите. Тем более, если я работаю один, а не работает нас там пятеро. Поэтому на большом объеме всегда, мое мнение, человек, маляр, мастер теряет. Теряет на большом объеме. Юрий Юрьевич все время говорит, все, больше не буду брать. Больше не буду брать полный облив. Берет. Ну, в силу разных обстоятельств. Некоторые люди думают, что а вдруг больше не будет работы. А вдруг больше не придет. А вот человек уходит. Сколько? 80. 80 тысяч. Блин, класс же. Но как же его отпустить? Ну ладно, загоняйте. 80. Уже двадцатку. Даже 25 вы потеряли, если считать, допустим, 35 и 70. По 7 тысяч. Хотя я беру еще раз, не меньше 8. Вот эта деталь, которую я вам сейчас показывал, это десятка. Я взял за нее десятку. Поэтому, друзья мои, у Прошки есть один большой нюанс, который вот сушка, термоудар. Ему нужен час на температуре больше 60, 70, 80 градусов. Ну, сколько у вас там получится, да? И все. Никаких проблем. И я еще два момента заметил. Нежелательно работать однокомпонентными материалами с ним. Возможно, они его подрастворяют. Возможно. Есть такой риск. Я думаю, что один раз, мне кажется, это было из-за этого. Но я еще буду пробовать. Могу ошибаться. Это первый вариант. И не использовать эпоксидку. Ни шпаклевку. Хотя и шпаклевку я не пробовал. Честно говоря, шпаклевку я на него не пробовал. Не знаю, может быть, и я ошибаюсь. Но грунт, двухкомпонентный грунт на него класть нежелательно. Опять-таки, если его... Да, я же думаю, да. Не знаю. Если его просушивать, вот опять, это я не пробовал, да? Не пробовал. А так, если его нагреть, еще раз повторяюсь уже, все будет великолепно. Сами выбирайте. Сами смотрите. Как? По любому вопросу по этому грунту пишите мне, звоните. Обсудим, поразмышляем вместе. Я с высоты своего какого-никакого, но опыта работы с ним подскажу вам что-то. Поэтому много всего я наговорил. Но тем не менее. Может быть, выпущу отдельным роликом. Всего вам доброго. До свидания.